Как относится к творчеству Виктора Телевина? Крайне положительно. Я когда-то был матёрым йогом, стоял на голове, изучал всякие эти алмазные сутры, йога-сутры, гражданина Патанджали там и вся. Балагавадгиту практически наизусть знал, проникал в самые, так сказать, бездны творчества Шри Аурабинда и других, так сказать, титанов. Но там как, там сначала туловищем надо заниматься, стоять на голове, там скручиваться по-всякому, потому что когда дойдёт дело до головы, ты рехнёшься, если не подготовленный. Но все граждане, у которых я занимался, они в настоящий момент, все двое или трое, я не помню, тролли точно в дурдоме отдыхают. В разных я вовремя соскочил. Но, тем не менее, там масса всяких вещей, то, что тебя учат, там, вот, ковырянию в самом себе, самокопанию, так сказать, оно интересное, ну, типа, там, как Бога увидеть, там, и всякое другое, оно всё в голове живёт, а не снаружи. То есть они несколько иначе йоги на это дело смотрят. Ну, оно страшно интересно, чтение литературы. Тогда был единственный журнал такой, назывался «Наука и религия». Вот гражданин Пелевин в нём трудился. Плюс у него недюжинные познания в области употребления различных веществ. Да, я про себя в педагогических целях такое рассказывать не могу, но видно, что человек глубоко разбирается. Это страшно интересно. Когда вот это вот замешивается, всякая эта эзотерика, он работал в этой, в науке и религии, и, насколько я помню, ещё переводил Кастанеду. Кастанеду, Кастанеду, если вдруг читали, тоже там из тех же областей. Книги крайне специфические, очень интересные. Вот. Ловко переводил там, очень хорошо. Ну, в некоторых местах, правда, как-то странно. Как-то раз там Дон Хуан и обучаемый им, Дон Хуан и такой индейец, колдун, бруха был, вот. А Кастанеду у него в учениках ходил. А он его то как, читали, не читали. Он его то кактусами накормит, у него там видения адские, то, наоборот, голосом, голодом приморит, то испугает его как-нибудь ловко. Очень интересно, в девяти томах там бездны отверзаются просто. Ну, и вот как-то раз по ходу он ему там решил что-то показать. Они вдвоём взяли зеркало, не помню, круглое или квадратное, и они, значит, это зеркало опустили в ручей, и оба в него сверху смотрят. А там, значит, вода по зеркалу течёт, и Кастанеде там начинает мерещиться, что из этого зеркала кто-то вылезает. Ну, и зеркало тяжёлым становится, там такие эти психоделические всякие вещи. В общем, кое-как они там взяли. А он спрашивает, кто это такой? А Дон Фуан ему отвечает, это Олли. Какой Олли? Я долго думал, что за Олли. Потом оказалось, что это по-английски L-I, то есть A-L-L-Y, союзник, то есть это союзник лес. Что за человек переводит союзников, как Олли, для меня зовут. Надеюсь, это был Непеливин. Вот. Но когда его книжки читаешь, то есть я весь этот оккультный бред очень хорошо знаю. То есть когда его читают, мне видно, на чём он там, где глумится. С моей точки зрения, это страшно смешно. Но что там видят те, кто эти книжки не читал, мне всегда странно. То есть он про специфические вещи пишет и, как мне кажется, пишет с целью изогнуть действительность специфическим образом. Она, по-моему, не изгибается. Последние книжки не читали.